Ну там и темнота. А знаешь, что помогает в таких случаях? Настя вытащила из-под юбки фонарик и сразу вручила его мне. Да, хорошо, где у неё этот фонарик всё время сидел? Мужчина, вперёд! Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить чужого среди своих. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Может не идти к ней тоже, чтобы другой девочке обидно не было? Так ведь будет честно, наверное. Шикарный выбор, как по мне. Либо одна, либо никто. Волшебную игру мы ведём. А ты что думаешь? Я? Ты, ты. Ха! Ну ты и сам знаешь, что я думаю. На удивление, наши мнения сходятся. Дебил! Мы ведь с тобой испытываем одинаковые чувства. Я это то, что ты боишься произнести вслух. Ну а по факту, я остаюсь с тобой. И знаешь, не помню, чтобы ты ради какой-то девчонки дурачился, изображая Ленина. И не вспомню, чтобы ты на веку хоть одну девушку пригласил на танец. Ты насчёт намекаешь? Может, это и есть то самое поганое чувство. Любовь. Брешешь! Брешу или нет, маловажно. Ты, как и я, уверен, что она сейчас стоит у домика и ждёт, прятав глаза, средь миллиарда звёзд на лазурном небе. Ждёт и грустит, ведь тебя на горизонте нет. Ну так есть ли в твоём чёрном заснеженном сердце желание оставить малиновую девочку в одиночестве? Я просидел ещё пару минут, поискал то самое желание, а когда не смог его найти, и хикнул, и двинул к той самой. Настя сидела на веранде и мотала ногами из стороны в сторону. А увидев меня, тут же спрыгнула и бодро проговорила. Ну что, готов? Так, а что за место-то? А как же всегда готов? Да я и не оспариваю, но... Ну раз не оспариваешь, то пошлю. Резко перебила горшкова и указала на тропу прямо через лес. Тоже договорить не дала. Смеркалась. День в спешке сменялся ночью. И вроде бы прошло уже минут двадцать, а мы всё так же шли через статичный лесной массив. Возникли сомнения, а знает ли она вообще куда идёт? Настюха Сусанина, куда же ты меня ведёшь? Девочка развернулась, с ухмолкой посмотрела на меня и спросила. Ну а ты чего так боишься? Я же рядом. Именно это меня и пугает. Тем более, мы почти пришли. Два шага осталось. И вправду, отступив пару шагов, мы оказались у заброшенного корпуса. Та-дам! Горшкова раздвинула руками и застыла, ожидая моего удивления. Вау, заброшенный корпус! И что? О, значит, ты уже здесь был? Ага. Бывал. Могла просто спросить, тогда бы не перлись зазря сюда ночью. Но Анастасию это ничуть не огорчило. Не торопись. Совсем не за этим мы сюда шли. Настя проскочила внутрь дома и с точно таким же выражением лица, что и минуту назад указала на запыленный люк. И действительно, на это я совершенно не обратил внимания, когда был здесь. Ого, никуда он ведет. Хороший вопрос. То есть вы ради этого пошли ночью туда лазить? Я не рычу с них взять. То есть ты не знаешь, так? Если верить информации о твоих расхваленных киберпарней, то это военный туннель. Киберпарней? Тебе об этом месте Шурик рассказал. Да, как-то узнал. Теперь залезать туда стало куда опаснее. Да неважно. Ты уверена, что хочешь туда лезть? Горшкова ехидно улыбнулась. А ты нет? Черт, мне-то очень хочется. Только вот Горшкова вызывает у меня сомнения. Как бы ей внизу не приспичило обратно. Совсем уж... Лучше уж совсем не лезть, чем на полпути разворачиваться и возвращаться. Я безответно дернул люк на себя и чуть не сорвал спину. Вот! Зараза! Тяжело? Я не стал отвечать, чтобы не показаться слабаком. А дернув еще раз, стал подумывать о путевке в реанимацию, ибо позвоночник, видимо, разломался и повредил внутренние органы. Горшкова злобно фыркнула. Хорош выпендриваться, в этом нет ничего постыдного, зачем же себя калечить? Настя вместе со мной схватила ручку и резко дернула. Люкс ордонически скрипнул и отворился. А вот и все. Фух! Спасибо! Ну, там и темнота. А знаешь, что помогает в таких случаях? Настя вытащила из-под юбки фонарик и сразу вручила его мне. Да, хорошо, где у нее этот фонарик все время сидел? Мужчина вперед. Тяжелая. Тяжелая жизнь мужская. Не, меня все еще волнует вопрос, а где фонарик-то был? Совершенно не задумываясь о последствиях, я спустился вниз. Ну, что там? Передо мной открылся вид на обычный холодный тоннель, прям как в фильмах. Не по-горшковски это. Простой тоннель. Может, нервюшки пощекотать решила. Думаешь о том же, чем и я? Само собой. Я отошел за лестницу, ударил по торчащей железной балке и заорал, что есть мочи. Звон железа... Железо перемешивался с моим криком и уходил в самую глубь тоннеля. Лежа, держись! Взволнованно вскрикнула горшкова и скатилась с лестницы вниз. Я с низким воплем накинулся на Анастасию со спины, ухватив за плечи. Блядь, он тупой не по годам. Ее вес к мне, кажется, был слышен даже на площади. Чижика! Она развернулась и бесстрашно даже с восторгом от происходящего ударила меня в грудь. Дурак, а если кто услышит? Да ладно тебе. Если там кто и был вдалеке, то все уже попрятались от наших воплей. Настя постепенно пришла в себя. Я осмотрелся. Две дороги. Одна уходит в не пойми куда, вторая, скорее всего, под наш лагерь. Нам вперед, верно? Если честно, то я толком не поняла. Замечательно. Я знаю только, что нам нужно искать помещение с дверью на вентиле. Детуктивно я решил, что двигаться нам нужно в неизведанную сторону. Манящий металлический гул, шепчущий «Пришло время, я вижу твое желание!» Немного меня усомнил. Ну, вообще... Я думаю, нам туда. Настя покорно кивнула и взяла меня под руку. Вау, перерисовали ее? Медленным шагом мы стали продвигаться в глубину подземелья. Я не чувствовал какого-либо смущения от руки Горшкова, ибо находился не в той ситуации. И вроде бы ничего особенного не происходило, и все равно какой-то мелкий страх присутствовал. Олег! Олег! Так ты точно не боишься? Вдалеке раздался странный звук, который точно сам собой не извлекается. Словно еще секунды и неукасаемый дух Летова запоет «Свободу!» Еще один фанат этого говно советского. Рефлекторный вздрог неожиданности напугал Настя, и она прижалась ко мне сильнее. Что это за шум? Контролер, наверное. А может, сама матушка смерть? Но знаешь, если смерть идет с блинами, то встречать ее нужно со сметаной. Настя неохотно и напуганно хихикнула. Да ладно, не бойся. Все равно я крупнее, меня съедят первым. Если ты, конечно, сможешь меня обогнать. Горшкова прислонилась ко мне мягче, но крепче. Нет уж, домой вернемся вместе. Ха, ну как скажешь. Мы таким же тихим и осторожным шагом продолжили путь вперед. Наконец, свет моего фонарика перестал уходить в глубину шахты и уперся в стену с дверью. Малиновая девочка, сразу потеряв страх, бросилась ее осматривать. Я уверен, что Шурик говорил о ней. Это ведь хорошо, да? Само собой. Протиснувшиеся в проем мы оказались в небольшой комнате с куйками и шкафчиками. С заполненными припасами. Япона! Да сколько же здесь хлама! Видимо, бомбоубежище так и не пригодилось. Но раз в этом есть, да, реально не пригодилось. Но даже так, ему все равно не помешает уборка. Желательно, тотальная. Согласен. Словно профессиональный домушник, я принялся защищать полки и ящики от мусора, оставленного предками. Ты что делаешь? Ищу что-нибудь полезное, вдруг пригодится. Ладно, возьми все, что нужно и пошли дальше. В смысле дальше? Настя указала на идентичную дверь с другой стороны. И что там будет? Это сюрприз. Но ты сама не знаешь. Анастасия стукнула по железной дверце. Нормально она открылась. И каким-то образом ее уронила. Охренеть! Горшкова тут же спрятала руки за спиной и раскраснилась. Ой, я случайно. Думаю, Шурик не сильно обидится, если узнает. Раз нам еще идти, то давай лучше поторопимся, а то на улице совсем стемнеет. А вам-то тут какая разница? Тут и так темно. Моя соседка захватила пакет старых медикаментов и снова прижалась ко мне. Ведь впереди ждала темнота. Я забрал сточенную отвертку и мы отправились в путь. Дорога продолжалась недолго. Мы практически сразу же уперлись к дырке в полу. Все, прохода нет. Да вон там по краю можно, в принципе, с пройти-то. Разворачиваемся. Настя осмотрела отверстие. Правда? Что это? Пол обвалился. Время не пощадило. Настя заглянула еще глубже. Там что-то явно есть. И ты не хочешь узнать, что за секреты там внизу? А ты? Сгораю от нетерпения. Первое вижу у девчонки такое ровение к неизведанному. И ведь ей страшно, я ощущаю это, но к тому же одновременно и очень любопытно. Мы протиснулись в дырку и оказались в шахте. Интересно, что в СССР с ценами на золото? Может, смогу денег поднять? Двинули? Отступать уже некуда. Мы медленно и осторожно двигались вперед. Фонарик в моей руке дрожал, но не из-за меня, а из-за горшковой. Она тряслась, как осиновый лист, и все попутно расспрашивала, страшно ли мне. Я отнекивался, а она говорила, что тоже не боится, будто подбодривая меня. Фонарик все тускнел, Настя прижималась сильнее, а я шел и пытался отвлечься. Эта шахта похожа на мой жизненный путь. Нет, вернее, на жизненный путь каждого. Холодный темный коридор, конца которого не видно. Я понятия не имею, как все сложится и чем все закончится. Я лишь иду вперед по нескончаемой дороге. Некоторые кусочки шпалпа, блескивающие от света фонаря и отбрасывающие свет вперед, друзья и хорошие вещи, которые происходят вокруг меня. А металлические проржавевшие штыри, торчащие из стен, об которые я уже сорок раз ободрал плечи, враги жизненные проблемы. И неясно, зачем я иду по этой дороге вперед, зная, что всегда можно свернуть назад или просто остановиться. Наверное, мне просто хочется узнать, чем все закончится. Ты живой? Вроде как, а что? Просто в комнате стало как-то холодновато, не чувствуешь? Это тоннель, блядь. Какая комната? Да, есть немного. Лево-право-право-право. Не ошибись. Сказал кто-то рядом со мной. Я, перепугавшись, дернул фонариком влево. Настя вскрикнула и быстро спряталась за мою спину. Я смотрелся вокруг, но никого не было. Прости, это глюки. Но... Ничего страшного. В шахте вдруг стало ветрено. Причем не на шутку. Поток прямо врывался в уши. Стоп! Ветер в шахте! Эврика! Мы идем к выходу! Я немного добавил шага. Горшкова все так же крепко удерживала меня. Развилка! Куда дальше? Хе-хе-хе! Куда-куда? Хе-хе-хе-хе-хе! Ты не знаешь, верно? Да. Охуеть! Ну, мне Шурик что-то говорил про лево-право, но я, если честно, забыла. Вся надежда на нас, верно? Я тяжело вздохнул. Что ж, придется Олегу взять управление прицепом на себя. Слушаюсь и повинуюсь, капитан. На колени сосать. Ветер стал дуть чуть сильнее. Ветер стал дуть гораздо сильнее. Ветер уже отлично ощущался в ушах. Я был уверен, что близок к выходу. Мы вышли в какую-то комнату, где даже с помощью фонарика ничего не было видно. Что это за звуки? В комнате отдавался шум работающего генератора. Да-да, то что надо. Олежа, ты мой герой! Да я и не сомневался. Надо нащупать лестницу. Она должна быть где-то здесь. Нашла. Иди на мой голос. Хорошо. Я двигался в сторону голоса Анастасия. То есть хоть что-то нащупать руками. Хе-хе. Что случилось? Щекотно. Щекотно? Но, как оказалось, вместо лестницы... Нащупал горшкову. Настя взяла меня за запястье и поставила его прямо на лестницу. А чё не на жопу? Поднимайся за мной. Наконец-то первое освещение... Озарило мои очи. Мы успешно выбрались наверх. Едрить меня в корень! Где атомы? В наторе какого хуя там делает? Атомная электростанция? Или что это? Передо мной открылся вид на выхлопные станционные трубы. Нравится? Да, блять, я бы сказал... Похуй! Я никак не мог понять, каким образом мы здесь оказались. Неужели из лагеря можно выбраться? Может, я и вправду всё себе навыдумывал, и на самом деле всегда мог отсюда уйти. Мне нравится? Прости, я как-то не подумала. Да я, блять, даже не знаю, чё ответить. Что тут должно нравиться? Это просто две трубы. Чего, блять? Мне просто это место очень приметилось, когда в автобусе ехала, вот и решила тебя сводить. Будешь переключаться? Да, здесь действительно красиво. Это тепловая станция. Настя немного улыбнулась. Теплоэлектроцентраль. А вот эта большая ваза, это... Градирня. Эго, блять. Их тут две. Пока одна работает, вторую чистят от мха. От мха? Ага. За годика-два работа, эта огромная штуковина покрывается мхом и... Всякой другой фигнёй. То есть, блять... Её два года чистят! Или что? Потом её на время отключает и начинает пахать другая. Если посмотреть чуть правее, то увидишь домовые трубы. Трубы, я называю их полосатиками. Котельную отсюда уже не видно, только если сдалека смотреть. Горшкова говорила об этом так легко, словно сама работала на этой станции не первый год. Я, конечно, ни хрена не понимал, и только когда девочка бросала свой лучистый взгляд на меня, я делал умный, заинтересованный вид. Ну, в общем, он будет такой вид делать уже до следующего раза. На этом сегодня всё, всем спасибо за просмотр, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»